Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Судя по картинке, вы догадались, что мы идем в Smart & Final. И сегодня у нас будет небольшой блог про этот магазин, а именно не про магазин, а про огурцы, которые продаются в этом магазине. Ну что, пошли? Как ты мне это рассказываешь, я узнаю много интересных вещей. Наверное, надо тележку взять, да? Сегодня мы еще, наверное, затронем тему муки, потому что... Мы не здесь, можно смотреть. Ну, нас просто спрашивали, какая бывает. Так мы сходим, я просто ее увидел и вспомнил. Ну, в общем, бывает вот такая. 22 килограмма 680 грамм. Стоит она 12 долларов. Пакетик поменьше на 11 килограмм. Стоит 5,59. И сегодня же мы, наверное, затронем тему подсолнечного масла. Тоже у нас спрашивали. Вот, например, такая канистра. Сколько она? Где бы нам увидеть, сколько она за, не помню? Шахенский лоб. А, вот. В общем, что массовый килограмм. Потому что она тяжелая. Стоит 17 долларов. Либо немножко другой вид, 18 долларов. Ну, в общем, мы сходим в эти отделы. А сейчас идем в отдел огурцов. Да. Я хочу пройти мимо круп, потому что у нас спрашивали про крупы. И тоже так вскользь показать. Значит, вот в этом отделе можно купить всякие орехи, семечки. Вот их тут целая куча. И дальше идут крупы. Сашка, дай, пожалуйста, я пройду с тележкой. Значит, вот можно покупать всякие, наверное, фасоли, бобы. И, зая, это вот, смотри, что это вот это белое. Какие-то... Зай, ну, это фасоль, наверное. Да, бинсы. Короче, это всякого рода фасоль. Белая, крупная, красная. Ну, и вот пошли. Это же перловка, да, зайка? Правильно? Да. Перловка. Рис разных видов. Ну, короче, вот название вы можете прочитать. И цену можете прочитать. Белый, длинный. Там, всякий, рыжий, коричневый. Тут смесь риса. Кстати, вот Сашка такую любит смесь, да? Да. Мы покупаем. Вот еще такой. Да, который как черный, да? Сашка, ты такой рисуешь? Да, Саша, такой рис. Вот обычный рис. Горох. Вот это вот семена чего-нибудь. Ну, короче, много семян полезных. Вот пшенка, да? Как ты говорила, она называется? Это пшенка. Есть еще одна пшенка. Где пшенка? Пшенка, блинки ешь и не разбираешься. А, вот, пшенка. Ну, это как и это, хрита-буритка. Суженгей и яичницу там замочено. А получилось, что я... Ну, кстати, здесь нету гречки. А вот эта вот зеленая, как это называется? Чичи-чичи-буритка. Нет? Нет? Здесь нету гречки. Гречки. Гречку мы берем. Но в другом магазине, в смарт-конфайнов, которые подачи. У нас там на разве, кстати, была гречка. Ну, вот, собственно, вот так. То есть, крупа есть. Будем покупать. Тогда покажем... А, вот, опять какая-то крупа, да. Ну, я и говорю, что когда мы будем покупать, мы покажем, какую мы покупаем, за сколько, для чего. Вот, кстати, овсяные хлопья, правильно? Ну, их выгоднее покупать в костке большой упаковкой. Мы покупаем упаковкой 10 лб, и нам нам очень долго. И вот опять. Опять пошли всякие хлопья, кукуруза, семена, рис, горох, фасоли черные. А это что, горох же сушенный получается, да? Нет, я не знаю, что такое. Молоко не покупает. Ну, короче, вот что-то такое. Наверное, это горох, только цель, потому что вот этот, он половинки же горох. Все, выдвигаемся в главную нашу цель. Наша главная цель сегодня – огурцы. Тогда пойдем возьмем салат, потому что на огурцах мы хотим остановиться, да? Ну, да. А какой мы салат таким взять? Мы уже съели все салаты и капусты. Spring Mix. Салат-салат, покажи, какой салат. Покажи, какой салат. Покажи, какой салат в школе. Ну, так вот, будешь ковырять этим. Ты их любишь такие? Все, будешь выковыривать. Значит, мы берем салат-салат какой-то. Он стоит сегодня 399. А, гарден-салат мы берем. Садовый салат, прекрасно. Поехали, Сашка, за огурцами теперь. Веди нас в огурцы. Кстати, у нас еще спрашивали про сахар. Давай еще сегодня в сахар зайдем. Интересует кусковой сахар, есть ли у нас или нет. Ну что, зайка, давай. Нет, ты не идешь. Так я иду, потому что вы медленно идете. Саш, ты, зайка, не путайся, а то я наеду на тебя. Специалист по огурцам сейчас прочитает лекцию огуречную. Нет, я просто хотела... Тоже кто-то, по-моему, спрашивал про соленые огурцы. Огурцы соленые есть, они разных видов есть. Не могут не есть. Разные фирмы есть. Ну, в общем, в этом магазине под брендом Fast Street продается все немножко дешевле, чем тот же, например, в Ласе. Правильно? В Ласе будет стоить 5,99. Этот тоже 5,99. И этот В Ласе. 5,59. 5,59. Ну, давай, рассказывай, ты я тебя перебил. Нет, ну, показывай, то, что вот они бывают. Нарезаны уже сразу же, как-то в Ласе допустим. Да. Нарезаны вдольками, нарезаны пламями. Короче, вдоль, нарезаны я подберег. Маленькие. Маленькие огурчики. Маленькие, мы уже показывали. Вот такие вот. Прекрасные. Мы берем вот эти вот. Только банка мне не нравится. Почему она стала такая мутная? Непрозрачный пластик, да? Ну, сегодня так. По большому счету разница. Можно купить еще вот такие вот огурчики. Они сразу уже натертые. И их очень вкусно добавлять куда-нибудь в петербродики. Во всякие, ну, как в заправочках. И они продаются, как кетчуп в таких вот, в которых выдавливать можно банк. А, вот. Мы покупаем, нам очень нравится бутербродовая сеть. Но очень вкусно. Что еще я хотела сказать. Также они, всякие огурчики есть еще и в больших очень банках тоже нарезаны. Ну, в общем, как-то так. В общем, с огурцами все в порядке. А также можно купить еще оливки. Сколько литров эта банка? А вот я сейчас покажу, на ней видно. Нет, зайка, там 2 килограмма 380 грамм. Будет стоить, грубо говоря, 20 долларов. Вот, в общем, хватает всякой зелени. Так, ну что, а сейчас пойдем посмотрим. Еще есть вот такие вот оливки. Огромные банки. Полтора килограмма. Только я вот не пойму, там 10 долларов, а тут 8,99. Какая, от чего цена, непонятно. Ну, в общем, в пределах 10 долларов. Так, и сейчас пойдем давай в сахар зайдем. Да, давай. Муку и подсолнечное масло. А себе мы больше ничего не берем. Ну, если ты сладости не почтешь, я дам. Ну, пойдем посмотрим. Вот, в отделе, где продается подсолнечное масло, я название не буду зачитывать. Вы просто посмотрите, какое есть. Может, кто-то для себя что-то увидит, найдет интересное. То есть, я стараюсь показать такую вот бутылку и цену. Как же это мне лучше сделать-то? А, ну, ввести здесь еще что-то. Ну. Да, нет, помогаем. Ну, вот так вот, да? Я буду ввести потихонечку. Цена работает та, которая написана большими цифрами. Масла подсолнечного очень много. Можно выбрать на любой, как говорится, вкус и цвет. Что по объему, бутылки, что по цене. Это не полицейские, зайка, это пожарники, они приезжали пополнять свои запасы. Ты видишь, сколько пожарная? Продуктовая, нет. Нет, и как ее пасты, арахисы. Да? Ну, зайка, а у них написано, что это пожарная. Так, и есть подсолнечное масло вот в таких огромных галлонах, канистрах. Так, более огромные мы перейдем попозже. Ну, мы небольшие специалисты, чтобы давать советы или как-то, ну, охарактеризовать. Мы не хотим свое мнение кому-то навязывать. Я бы так сказала. Нет, ну, например, вот по всему этому ассортименту мы не можем охарактеризовать отдельно какой-то, например, вернее, не то, что даже отдельно какой-то, а каждый вид. Правильно? Мы не можем, потому что, ну, у нас есть определенные свои какие-то масла, которыми мы пользуемся, которые нам нравятся, которые нам подходят. По-моему, мы вот такой вот весом покупали этот зайка, не помнишь ли? Ну, может, мы его, возможно, покупали, но он не застрял у нас в этом самом, в нашем ассортименте. А вот это что кокосовое, тоже какое-то кокосовое масло, боже, мы даже такое и не рассматривали. Вот, то есть ассортимент очень большой. Ну, я думаю, что каждый сможет выиграть помочь. Да. Оно для разных целей есть. И, в общем, разных этих отжимов, разных там... В общем, этому ряду особо конца нет. Значит, то масло, которое мы покупаем для жарки, в основном для фритюрницы, это вот это вот масло. Это большая канистра, которая весит 15 килограмм 880 грамм. Мы мы используем только во фритюрнице, потому что жарим... И стоит она 17,99. Жарим мы на другом масле. Мы жарим на виноградном масле. Нас поправили, оно не виноградное, а виноградное с чемпионом. Виноградно-рапсовое? Виноградно-рапсовое, вот. А также мы еще используем... Салаты мы заправляем либо авокадо, либо оливковым маслом. А такую канистру мы покупаем... Именно вот эту? Да, для фритюрницы. Для фритюрницы. Да? Ну... Это выгодно очень по сравнению с бутылочками. И холестерол-фри, и все, что хотите, можно на нем найти. Всякие надписи. В общем, я думаю, что... По ассортименту можно подобрать на любой вкус, как говорится, и цвет. Для любой заправки, для жарки, для салатов. Ассортимент масла очень большой. Ну что, пойдем сейчас еще муку покажем, да? Сейчас еще какой-нибудь покручу. Муку. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А нет, она не стеклянная, она пластиковая, мне показалось, что она стеклянная Давайте еще вот такую глянем Еще хочу вам показать вот такое Такой интересный канистрик Я бы сказал, что оно больше похоже на машинное масло для замены Пишите в комментариях, если кто-нибудь знает это масло, что за оно и для чего Ну и пойдем сходим в муку и в сахар Смотри, я абсолютно случайно увидела, что вот мука продается, глютен фри Глютен фри, да, кстати, вот у нас спрашивали Смотрите, пока я показывал масло Маришка нашла муку Глютен фри И также смотри, есть этот Сейчас зайка подожди, да, я вам покажу, расскажу Вот она, пакет 3LB Стоит она 15 долларов, если я правильно понимаю Давай покажу ее содержание Поэтому я думаю, что в принципе не проблема будет найти Да, любые продукты под любые потребности Я думаю, что должен быть в магазинах прям отдельный Специальный отдел какой-нибудь Как мы покупали Для оладок, для всяких вафелек Тоже глютен фри А вот глютен фри, наверное, вот это вот значок GF, видишь? Будем обращать внимание Но мы будем сейчас более досконально снимать упаковки Чтобы все вот эти вот значки показывать Да, просто здесь таким большим буквам было написано Все прям сдалека увидела Просто мы не во всех значках ориентируемся И, как я вам говорил Начали больше этому внимания уделять После того, как мы начали спрашивать Сашечка, аккуратно, и вот сахар И сахар глютен фри Да, вот этот значок Вот смотрите, сколько он, кстати, стоит 379 Здесь 454 грамма Так, ну давайте перейдем в муку Что по муке? Муки очень, опять же, много Есть, как вот в таких вот огромных пакетах Даже пицца А может здесь все оно, наверное, стоит? Есть, наверное, отдел этот Может быть Как-то оно все в одной куче Подожди, это получается тесто Я говорю, что миксное тесто Тесто для пиццы Тесто для пиццы тоже глютен фри В общем, тот, кто вот у нас спрашивал И желал, я думаю, что проблем не будет найти Я думаю, можно найти продукты Питание, смеси Ну, в общем, все-все-все Так, что по муке? Ну, я даже не знаю А мне кажется, что стрежка муки Нужна просто вот показать Цену и все Муки много всякой разной Ну, так и она тоже имеет место быть Вот лежит глютен фри Тоже целый большой пакет мука, да? Угу, 39 долларов 39 долларов, да Вот такая мука 22 долларов, большой пакет Мы раньше покупали в больших Как-то больше чего-то там, ну, может, пекли Вот, сейчас мы покупаем небольшие пакетики Мы сейчас голд покупаем Вот такую нам, нет? Или ее еще раз Нет, мы вот эту покупали Другой голд? Да, белый А, вот ее Мы пишем факты Сейчас покажем ее факты Такая вот В общем, ассортимент муки Тоже очень большой Раз Ну, видов, наверное, 10, да? Да, больше Больше даже, чем 10 Мы вот эту покупаем В белом пакете, да? Вот такая 2,69 Это 2,262 2 килограмма 260 грамм Вот О ней Можно почитать Ну, и теперь самое интересное У нас спрашивали о кусковом сахаре Уже много-много раз И как-то мы то То не видели То не замечали И вот мы его нашли Да Кусковой сахар есть Вот он 907 грамм Коробка почти как в Беларуси Там килограммовый, наверное Или тоже может уже 900 Сейчас, где его Факты Сейчас зачитаем Засмотрим факты Один кубик 4 грамма Вот такой Прекрасный сахар Есть вот В такой фасовке Пакет от молока Тоже кусковой И есть Всякие сахары Для выпечки Есть сахарная пудра Есть сахар-песок Разного веса Да В огромных пакетах Не в огромных пакетах Ну, и также Вот, в общем, есть Так Скажем Как Вот этот вот Коричневый сахар Или как он правильно называется Короче Этот называется Голден Браун Ну, у нас он назывался Коричневый, да? По-моему, в Беларуси Здесь у него Есть Дарк Браун То есть он еще и, блин Коричневый еще и разный Здесь Такое показал В общем, сахара очень много И также Кроме того, что он есть Песок Пудра Кусковой Он еще есть вот такой вот Фасованный в пакетике Тоже разных видов Сортов Весов И прочего всего То есть Ну, это я вообще понимаю Сахарозаменители Наверное А что там написано Спленда Да Наверное Есть тут всякие Сахарозаменители То есть То есть Опять же Его вот целая полка Вот он начинается Вот, наверное, Зайк Смотри Нет калорий Нет там ничего Вот это вот, наверное Сахарозаменители Наверное 35 пакетиков 3,99 Он стоит, да? Что у него тут нарисовано Написано Как две ложечки сахара Пакетик получается Вот про него можно почитать Вот его факты Есть вот такой вот Вот его факты В общем Сладкая жизнь На любой вкус и цвет И вот такая вот полка Вдаль уходящая То есть Как бы проблем с сахаром нет Кусковой есть Песок есть В пакетиках есть Пудра есть Коричневый Чуть ли не черный Есть Нет проблем А что вот это вот Тоже в пакетиках Один пакетик Один драм Ну вот Это был такой небольшой Поход в магазин Smart and Final Ответ на ваши вопросы Так Подведем итоги Значит что Это был такой вот Небольшой Экскурс Smart and Final Мы ответили на ваши Некоторые вопросы Мы очень много Спрашивали Про подсолнечное масло Какое бывает Про муку Какое бывает Про сахар И в общем Очень интересный вопрос был И его несколько раз Нам задавали Есть и пусковой сахар И да Он есть Мы его нашли И чуть даже не купили Вот Ну все В общем Как мы сказали Более подробно На том подсолнечном масле Которое мы покупаем И муку Мы остановимся уже дома Когда будем покупать Пока Это у нас все есть Покажем Распакуем И всякие факты Ну наверное все Вы были на канале My Life is My Life Задавайте ваши вопросы Мы будем рады Ответить на все Что показать Что сможем найти И До новых встреч Bye bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok